итак друзья давайте еще раз привет всем добрый вечер спасибо надя да действительно меня зовут вадим я seo мульти криптовалютного блокчейн кошелька который называется malty это open source кошелек и самая изюминка на тортике это еще и мобильный кошелек по потому что были андроид и вес приложения ну как бы там дальше понятно о чем я буду повествовать сегодня сегодня буду рассказывать о том как мы сражаемся с блокчейнами ну потому что сказать что мы работаем с ними или разрабатываем это не совсем корректно потому что но это как на каждой войне то есть вот твои противники каждый раз подсовывают какие-то интрижки какие-то неверные ходы и нам приходится этим жить для того чтобы ну двигать свой проект дальше реализовывать свои идеи и добиваться своих целей поэтому там для нас сейчас это действительно битва поэтому multivest блокчейн поехали первое о чем я хотел бы рассказать для того чтобы но вы погрузились в контекст проблем с которыми мы столкнулись это ну про что про что вообще проект и какая наша идеология наша базовая миссия заключается следующем сделать криптовалюты настолько доступная и настолько легкие в использовании чтобы но они широко пошли в массы потому что тоже те решения которые сейчас они медленные укуренные непонятные ими сложно пользоваться ну и вызывают неприятные ощущения вот мы хотим наша миссия сделать кошелек который позволил бы облегчить повседневное использование криптовалют и сделать это прямо на раз-два так вот наша главная идеология наш главный посыл это true блокчейн то есть так как мы работаем с блокчейном с блокчейнами то мы должны в своем проекте продвигать эту же идею идею открытости распространенности безопасности соответственно это первый главный пункт второй это конечно же open source проект на наши исходники доступны можете зайти на гитхаб сами собрать себе приложение запустить их и использовать третья важная штука это безопасность так как криптовалюты сейчас ну не можно относиться по-разному и некоторые люди пренебрегают безопасностью и элементарными штуками мы взяли на себя какой-то какие-то моменты с точки зрения безопасности самого мобильного приложения и и и прямо ушли это и самое последнее но самое первое чем я говорил это fast and easy то есть мы должны сделать прям прям супер быстро приложение которое супер удобно использовать вот это наша основная идеология то есть именно с такими критериями мы подходим к разработке кошельков для каждого из чинов на сегодняшний день наша архитектура всего проекта выглядит следующим образом ну понятно да есть а вес android приложения вот это значок верху это firebase это штука которая ну высылает пуш уведомления и когда когда что-то приходит также на трек и собирает аналитику в центре проекта находится основной бэк-энд он написан на на голланде поэтому мы поставили этого чё суслика суслика дальше внизу 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 у нас находятся нативные ноды ну понятно да а вот эти маленькие суслички это клиенты которые преобразуют непонятные ну либо как бы унифицированные структуры на самих чейнах в те структуры которые нужны нам для общего понимания для того чтобы клиенты принципе работали лишь с интерфейсами они с бинарными данными самих транзакций также у нас в проект входит внутри сторонние сервисы всем же интересно что ну сколько стоит bitcoin сегодня или там через пять минут или сколько он стоил там три месяца назад поэтому у нас есть третий сторонние сервисы которые выплевывают нам цену по криптовалютам по криптовалютным парам там на сегодняшний день мы мы юзаем только полоникс но в будущем пытаемся расшириться прямо до большого значения и к сожалению из-за того что у нас есть проблемы которых я расскажу чуть дальше мы обязаны использовать третий сторонние сервисы по поиску каких-то данных в самих блокчейнах например это список транзакций по кошелькам мы обращаемся в блок сайфер для того чтобы потому что на ноде этого нет и быстро получить не это есть но быстро получить это не получается поэтому используем блок сайфер для для парсинга сторонних транзакций это архитектура окей понятно да то есть как бы все все прям круто да то есть есть мобилки которые шлют транзакцию через наш бэк напрямую в цепочку если что-то происходит цепочки мы это прям видим шлем пуш уведомления все работает быстро здорово весело прям прям ух прям хорошо и первая проблема с которой мы столкнулись это что же использовать какие клиенты not использовать по работе с конкретными цепочками в битконе сейчас есть два самых ярких представителя это bitcoin d это ну основные разработчики bitcoin core и btcd на самом деле это достаточно старая релизнутый клиент но комиты там происходит достаточно часто и когда мы первый раз это все увидели ну как бы не было понятно типа чего использовать типа вот вот какая разница между этими и этими в итоге мы поставили этот этот клиент и немножко потыкавшись решили что нам будет гораздо проще использовать btcd лишь потому что вот этот вот мелкий суслик там уже был то есть вот этот клиент по парсингу биткоина он уже был он был написан на гошке нам было очень удобно его использовать поэтому в принципе мы в него и залетели в дальнейшем как казалось там есть отличный web socket rpc клиент который позволяет в режиме реального времени при изменении каких-то данных там например парсинг мемпула или прилетел новый блок сразу парсить эту транзакцию засовывать ее там в наши на тифашки и прям все работает с биткой мы определились с эфиркой обратно же есть два два клиента есть гэс это нативный клиент на го и есть перед мы долго-долго топили за перед и пока не выбрали гэс как бы основная причина обратно же она заключалась в том что написано го и честно говоря основной выбор пал лишь потому что там достаточно просто работать с теснетами то есть там местный выбор целых четыре теснета можно залететь в любой впереди сходу там за два дня ресерча мы не нашли каких-то удобных способов ну точнее удобных теснетов там есть теснет но там нет фоусета ну то есть как бы смысл теснета если ты зарабатывать должен там эфирки майня его ну как бы он он пропадает с голосом выбор клиента он он как бы не стоял но там была другая проблема ну типа а что нам ставить нужно ставить full ноду делегат ноду или просто ноду или просто нодового клиента и к сожалению ну как бы много очень много описаний очень много разбросной информации и этот ответ мы получили лишь там дотронувшись до голос кори разработчиков они где-то на просторах интернета и самое прикольное что что ну то есть самая первая проблема которая у нас возникла с с нодами она заключается в следующем каждый из клиентов имеет свой прикол ну прям вот вот прям жесткий и если но ты о нем узнаешь лишь после того как ты им начинаешь пользоваться например давайте я просто по очереди расскажу там про биточек про эфирку про голос вот с btcd клиентом у нас случилось следующие истории он прям очень жестко конфигурируется ну то есть там достаточно жесткий и непонятный конфиг есть документация но вот чтоб ты сразу взял этот клиент и запустил его по работе сервисом такого не получается что вы понимали мы три раза пересинки вали весь биткоин лишь для того чтобы в итоге получить ну нужно было в конфиге задать один один параметр tx-индекс для того чтобы начали индексироваться транзакции чтобы к ним был доступ ну как бы откуда об этом знать обычному человеку который первый раз там дотронулся до этой штуки ну непонятно следующий приколы которые были завязаны на на бить сиди это то что ребята которые поддерживают сейчас этот клиент ну они не выпускают релизы но они выпускают какие-то апдейты и ровно месяц назад прилетел комит при сборке ноды которой все было хорошо до того момента пока ты не остановил работу этой ноды как только ты ее остановил она переставала синкаться и запускаться в принципе мы потратили ровно три дня для того чтобы выяснить вообще откуда откуда ну типа откуда вылезла эта проблема ошибка которая выдавалась это ошибка генезис блока ну то есть нода синкалась в тестнете в мейнете после остановки она не могла найти она говорила что генезис блок неверный и как бы все закончилось единственным выходом пофиксить эту проблему было ну типа откатить сборку на там на несколько мидов назад для того чтобы собраться на той версии которая работала и продолжала синкаться после стопа ну и все это происходило во время там пред релизной ситуации когда вроде бы все было хорошо но чик нода отвалилась и все стало резко плохо еще из несколько важных ситуаций в это уже в го клиенте самой btcd там нет метода отправки сырой транзакции ну казалось бы да у вас есть клиент там все хорошо клиент для биткоина который нужен лишь для того чтобы отправлять и получать деньги ну биткоины в криптовалюту и самый простой метод отправить транзакцию его просто не существовало и нам пришлось хардкодить его для того чтобы он заработал еще один последний кейс с которым мы тоже столкнулись и он оказался пока критическим с точки зрения запуска ну типа обратно же да возвращаясь там на первый слайд по нашей идеологии все должно работать очень быстро прям быстро быстрый фидбэк быстрый оклик мы делаем за счет сокет соединений ну то есть когда клиент через сокеты происходит какой-то ивент мы получаем на тифашку сразу можем что-то по этому поводу сделать так вот btcd поддерживает сокет подключения но они реализованы через tls через self-signed сертификаты и если ты засовываешь этот клиент в докен блин а я неправильно наверное сделал а сколько здесь разработчиков вот которым прям это интересно хорошо ребят а кто вообще не понимает что я тут уже три минуты рассказываю хорошо как вы считаете то о чем я рассказываю это полезно либо про так поговорим просто о чем-нибудь хорошем отлично так вот веб сокет соединения организующиеся через self-signed сертификаты которые созданы вне докер контейнера не принимаются и к ноде просто невозможно подключиться обратно же это было все очень классно если бы это не произошло в тот момент когда мы решили там полностью переехать на докеры и задеплоить весь свой сервис через докер композ пришлось все подымать ручками и честно говоря у нас все до сих пор запускается вручную это то что касается биткоина на что мы потратили ну наверное больше месяца ну как бы понимание определения проблемы и их решения эфир у нас до сих пор не реализован то есть он не реализован в клиентах но часть логики написана на бэкэнде часть логики написана в нашей коре библиотеки это супер библиотека по подписи транзакций но то есть мы ее плотно не тыкали то есть мы ну она у нас есть вот она написана там банальная теста она прошла и как бы пока она висит в стоп-листе пока мы не закроем текущие фичи но уже обратно же понятны те проблемы которые возникли с гэс-клиентом первое это обратно это hardconfig ну то есть обратно же история ты берешь ноду ты пытаешься запустить ты идешь считать документацию ну и тебя волосы встают в дыбом потому что ты как бы не понимаешь вот нафига юзать этот флаг или нафига юзать этот чтобы вы понимали мы засинкали обратно же мы синкали два раза фул ноду по эфирке и при первом же подключении RPC клиента к ним ну то есть вот нашего бэкэнда к ним при подключении она переставала синкаться ну все то есть она больше не получала новые блоки она не получала новые транзакции и все оставалось так как было обратно же чистым копанием и какими-то непонятными невероятными усилиями мы нашли очень жесткую закономерность оказывается при запуске гэс-клиента в указании параметров они должны быть в жесткой четкой последовательности в противном случае она просто перестает синкаться при RPC подключении ну и это как бы очень классно потому что эфир на сегодняшний день одна из самых перспективных блокчейн систем еще один прикол который связан с гэсом он заключался в том что руками нужно переподписывать короче нужно проводить манипуляции с генезис блоком самого чейна для того чтобы обратно же все это дело заработало и закрутилось мы два или три раза ловили случай когда нода просто переставала синхронизироваться в принципе все было хорошо она болталась она долетала где-то до 4 миллиона 780 двухтысячного блока приблизительно так и синхронизация заканчивалась и пока ты не дернешь и не перезапустишь ее она продолжала висеть мертвым грузом ну из забавного это веб сокеты иногда работают иногда нет иногда коннект это иногда нет жесткой причины мы пока не нашли и пока ну просто сидим мониторим смотрим как это пощинить как это пофиксить но по факту все очень и очень и очень не стабильно с голосом мы сделали лишь кори имплементацию это ну подпись генерация адресов ключей подпись транзакций ну адресов там нет и просто попытались запустить эту ноду для того чтобы просто прикоснуться к ней и понять как она работает из самых больших плюсов которые мы для себя нашли это прям очень легкий конфиг вот по сравнению с этими ребятами голос нода прям запускается она взлетает все что нужно прокинуть это нужно прокинуть список видносов и все начинает работать но с другой стороны есть другой просто ужасный минус что нет пока на сегодняшний день нет нормальных гайдов по ее запуску и если вы не знаете кому постучаться или кому обратиться то то что сейчас есть на официальных ресурсах никак вам не поможет стать полноценным участником голос голос системы иногда проскакивают рабочие моменты но как они быстро проскакивают так они быстро улетают например докер хаб голос имеет завидное умение часто обновляться где попадают как рабочие так и нерабочие решения поэтому там по сути только тыканье можно понять что из этого работает а что нет ну и как я говорил мы только прикоснулись к голосу поэтому мне кажется ну там основные веселые проблемы у нас будут впереди за время там двух двух месяцев тестов на тест найти и мэн эти биткоина мы нашли вот следующие проблемы то есть здесь речь идет о протокольных проблемах то есть это там не самих клиентов не какая-то ну там не наши кривые руки в написании или там наше непонимание того что происходит ну как бы это протокольные сюрпризы о которых мы не знали мы их выяснили ну и вот я действительно с вами делюсь если вам это полезно и когда-то пригодится знайте и думайте об этом первое самое веселое то что в биткоине сейчас есть три версии официальной документации по сериализации транзакции но ни одна из них не работает то есть если вы захотите написать свой ну грубо говоря свой парсер и сериализация транзакций ну как это сделали мы то к сожалению один гайд вам не поможет единственным рабочим решением это был пост на стек оверфлоу где ребята более-менее толково все расписали и с этого момента у нас все заработало десять лет эволюции биткоина не пошли не прошли просто так и сейчас если вы будете смотреть в сердце исходники вы обнаружите что он эволюционировал он прям хорошо эволюционировал много людей его писала создавала что привело к тому что некоторые части кода они прям очень сложны пониманию даже супер опытным ребятам как пример сериализация транзакций в биткоине сейчас реализована трех даже четырех файлах просто сериализация ну это достаточно большой сюрприз для меня ну как для базового основного протокола на сегодняшний день дальше обратно же у биткоина есть несколько клиентов нод и они реализованы по-разному они могут быть настроены по-разному и например недавно у нас получилось отправить транзакцию в свою ноду в которой транзакций было меньше чем один сатоши за байт ну то есть меньше 150 сатоши весила сама транзакция ну было фи за всю транзакцию и наша нода эту транзакцию приняла а другие нет и как бы ну и и возник очень интересный вопрос ну типа а почему ну как бы почему понятно потому что там другие клиенты это произошло так но с точки зрения пользователей если дать абсолютный контроль пользователям над формирование транзакции то кто-то из них точно это сделает зашлет и очень долго будет психовать почему его биткоины зависли и больше никогда не вернутся следующее самое важное вообще самая жуткая протокольная история про биткоин это это инпутс аутпутс которые выглядят как ален вест предатор кто хотя бы раз формировал более-менее руками транзакцию для биткоина поднимите пожалуйста руку Валера братан Ребят короче суть очень проста этот протокол он разработан не для людей он вообще ну то есть я не знаю он скорее всего разработан искусственным интеллектом потому что для того чтобы ну как бы нормальный человек сделал очень быструю имплементацию должно пройти как минимум два месяца ну как бы я считаю себя просто нормальным человеком и у нас для того чтобы все состоялось потребовалось ровно такое количество времени чтобы вы понимали для того чтобы потратить транзакцию нужно взять выходы предыдущей транзакции ее взять ну не просто так нужно сделать дополнительный запрос в блокчейн ее достать сравнить по инпутам достать скрипт скрипт сиги номер аутпута и после этого лишь отправить это все на вот эту вот жесткую сериализацию ну типа 2018 год и самая ужасная и веселая проблема которая относится не только к биткоину это то что на сегодняшний день ни один кошелек кроме Malty не может гарантировать вам абсолютный контроль вплоть до сатоши ваших средств вся история как раз так и заключается в том что фи за транзакцию устанавливается исходя из того после того как транзакция сформирована и мы часто находим кейсы при которых фи транзакции отличается на 25% от той фи которую установил пользователь например вы сейчас формируете транзакцию устанавливаете достаточно приятную комиссию в 10 сатоши за байт после того как вы отправили эту транзакцию оказывается что фи составила 15 сатоши за байт это если вы делаете это через более-менее гуманный кошелек а-ля там битпей копей если вы это делаете через жакс то ну мама дорогая сколько там ну фи ребята будут подставлять вам ну другими словами вы не можете сейчас совершить трату в биткоине с точностью до сатоши не можете и этот факт остается фактом на сегодняшний день закончили с биткоином теперь приходим к эфиру и сюрпризам которые пришли нам из эфира в первую очередь это свой сша 3 своя сша 3 имплементация не знаю почему они решили это сделать но мы долго сидели и пытались понять ну почему хэши не сходятся потому что мы берем ну типа стандартную имплементацию ну ну понятно окей согласен да по времени но в любом случае сейчас ша 3 отличается от того что есть ну после кей кэк и поэтому ну мы нашли это и обратите пожалуйста на это внимание обратно же такая же история как с биткоином невозможно вплоть до да вей потратить совершить транзакцию ну особенно в случае когда транзакция совершается на смарт-контракт то есть сколько денег вы заплатите за фи вы узнаете лишь после того как транзакция состоялась ну как бы это классно ну до сих пор на самом деле нет есть кейсы отмены транзакции то есть блокчейн в котором ты можешь заслать транзакцию с неприлично маленьким фи после чего отправить вторую транзакцию в которой апается фи но transaction amount становится ноль что-то меняет первую транзакцию то есть если есть кейсы при которых вы отслеживаете mempool и считаете появление транзакции в mempool как фактом того что ну как бы деньги точно придут вам фанды точно придут вам это не факт потому что можно совершить такой трюк и транзакция к вам придет с нулевым значением так как эфир каким-то образом был идеологически унаследован от биткоина мы наивно полагали что в одну транзакцию можно включить несколько получателей но так как мы наивно полагали мы столкнулись с тем что это невозможно это кстати приостановило нашу фишку по монетизации самого эфира потому что у нас при отправке транзакции у нас есть галочка включить donation и там мы чуть-чуть забираем себе так вот в эфирке это сделать невозможно и чтобы совершить одну трату на два кошелька нужно использовать смарт-контракты никак иначе вес эфира как только мы начинали работать это было где-то 3-4 месяца назад мы засинкали эфир и он весил там что-то 220-230 гигабайт в тот момент времени это все котики на сегодняшний день эфир весит 592 гигабайта это гэс-клиент, который имеет индекс транзакций очень немаленькое значение как по мне и последняя не совсем очевидная проблема эфириум это то что сам протокол позволяет таскать за собой за аккаунтом пользователя он позволяет таскать баланс что упрощает вот тот хелс инпутами и аутпутами как в биткоине но почему-то токены не прописываются в баланс пользователя а хранятся на смарт-контрактах что делает достаточно проблематичным идею с реализацией смарт-контрактов универсальных смарт-контрактов в мобильном приложении я наврал как хорошо что мало разработчиков никто не может меня проверить я могу говорить все что угодно итак голоса сюрпризы по сборке голоса обратно же напомню то есть мы мы мало с ним работали мы просто вот собрали ноды проверили как как все имплементируется попробовали что-то сделать с тест и самый первый важный прикол это то что голос нода не собирается если рядом нет голос core девелопера ну вот это та история по которой рассказывал ну блин это смешно ну что представьте что вы сидите дома решили запустить голос ноду она не запускается и вы делаете так один гайд второй гайд третий гайд она не запускается если вы не умеете читать стек трейс сбор ну там какого-нибудь си компилятора то навряд ли у вас это получится потому что я не умею я реально их позвал и не определили в чем была проблема ну как бы но это было обратно же это было месяц назад теперь ребята активно занялись тем чтобы стабилизировать свою систему мне кажется что сейчас уже все должно собираться обратно же до сих пор плохая документация она разбросана она непонятно где-то они ссылаются на стимин где-то они ссылаются на битшерс где-то на свою документацию насколько я знаю ребята сейчас активно занимаются ее систематизацией приведением в достойный вид я думаю что через очень короткое время это появится но пока 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 ее нет в отличие от в отличие от биткоин эфир клиентов ну нот голос очень сильно выжирает оперативную память вашего сервера и если вы надеетесь как я все держать на одной машине на 128 гигабайт то ну это не получится то есть по факту сейчас я понимаю что нам нужен для стабильной работы нам нужен целый зоопарк серверов которые достаточно мощные как с точки зрения оперативной памяти так и ядер лишь для того чтобы работала хотя бы одна ну там ну ладно несколько нот для стабильности и как и говорил to be continued из наслышанного еще по голосу я слышал что бывает такое что нода перестает ну нода начинает уходить свой форк собственный то есть она работала все было хорошо в какое-нибудь время она такая говорит все пока я буду подписывать свои блоки вы мне все не нужны и проблема решается запуском нескольких нод одновременно и ручной работой обратно же это было на на каких-то более старых клиентах с этим я лично не сталкивался но возможно это тоже произойдет если вы ближайшее время собираетесь что-то пилить на голосе блин будьте аккуратны и держите сразу две ноды под рукой блин порассказывал на проблем и теперь вернемся к ну типа первое fast and easy да то есть то как на самом деле с учетом всего того что я там рассказывал в начале мы боремся за то чтобы это все стало понятно и легко и сейчас отправка биткоина у нас располагается на пяти экранах то есть мы постарались вынести это логически ну в какие-то логические блоки более понятные чтобы чтобы это произошло ну соответственно на первом блоке мы подставляем адрес там в принципе все хорошо здесь мы делаем запрос даже наверное два запроса на наш сервер где определяем размер фи который есть ну также даем возможность пользователям самостоятельно это сделать здесь даем пользователям выставить amount транзакции блин здесь не видно здесь красненьким оно прямо должно было сиять вот на этом кейсе у наверное 90 процентов текущих кошельков которые реализованы ребят забивают и здесь происходит потеря 20 процентов размера фи ну то есть они накручивают на вас еще 20-25 процентов фи для того чтобы у нас этого не произошло мы делаем ребилд как ребилд переделываем мы переделываем транзакцию три раза на на текущем этапе для того чтобы amount который отправляется получателю был точен вплоть до сатоши пока ошибка у нас была только там в один сатоши и это она происходит очень редко финальный экран в котором показано все что происходит ну и как бы радуга дети тут у нас все хорошо все прошло все прошло успешно ну как типа хорошо понятно или нет харизматично хотелось бы и простите пожалуйста но я сегодня изливаю свою боль разработки боль которая накопилась за несколько месяцев так уж получилось такой 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 у нас психологический вечер непонятный где я один высказываюсь а вы слушаете так вот вся наша боль и проблемы которые возникли в общем ну можно свести к следующим пунктам ну просто кто кто вне контекста я просто объясню что мы начали этот проект с хакатона мы сделали тестовую приложуху которая отправляла биткоины голоса что-то ну там за два дня там было много костылей там вообще не было никакой безопасности все криво работало но блин два дня с момента того как мы всерьез начали разработку кошелька прошло четыре месяца и мы до сих пор не опубликовали bitcoin man.net я не считаю что у меня самая глупая или самая медленная команда по разработке ну у нас двенадцать человек кто-то там повыше уровнем кто-то пониже но я могу сказать что это достаточно квалифицированные и хорошие ребята но четыре месяца ушли у нас вот на разбор и на понимание тех проблем которые я сказывал до этого и соответственно ну как итог есть общая проблема это скажем так философские высказывания если вам когда-нибудь доведется работать в команде по работе за блокчейном то знаете что скорость всей команды зависит от понимания глубинных и низменных процессов или концепций самого ну незначительного члена команды то есть невозможно то есть я изначально я пытался сделать жесткое разделение нашей команды на ну там у нас есть c++ разработчики которые занимаются биткоином они прям крутые там сидят пилят свой сишный код вот парсят все транзакции у них там все хорошо есть мобильщики которые должны быть в принципе интерфейс то есть у них есть там api с которой они всегда работали вот есть дизайнчик они могут это все дело напилить и прямо все хорошо есть бакенд разработка есть бакендеры которые сидят им тоже в принципе все почти понятно и казалось бы типа каждый делает все свое все это сводим воедино и все работает ну вот нет то есть каждый делает все свое сводим воедино появляется три различных версии того как это может работать Мы переписывали backend три раза, мы переписывали логику отправки три раза. Мы постоянно переписываем всю плюс-библиотеку, исходя из того, что на самом деле нужно клиентам. И в итоге оказалось, что если бы мы хотя бы один месяц вначале потратили на то, чтобы все сели, читали документацию, либо версию документации, смотрели материалы, то, наверное, мы бы сэкономили этот месяц сейчас и были где-нибудь на неделю впереди. Где-нибудь на неделю. Вторая вообще проблема, которая сейчас существует вообще в цепочках. Ну все знаем, мы сейчас находимся на стадии зарождения технологии. Ну это не знаю, ну ладно, зарождение. Потому что сейчас с этим нельзя нормально работать даже в какой-то средней перспективе. И так как это зарождение, то все меняется. То есть исходный код клиентов меняется. Принимаются новые принципы, есть новые изменения в самих цепочках. Ребята, которые участвуют в разработке этих клиентов, они постоянно выпускают обновления. Иногда удачные, иногда нет. И всегда нужно держать руку на пульсе. Никогда нельзя расслабляться, например, как мы. Вот мы написали часть кода и расслабились. Думали, что все хорошо, теперь у нас все работает. Но не так. Через два дня мы споймали те баги, которые просто не могли о них подумать. И к этому нужно быть очень осторожным. То есть сейчас у нас практически за нормальной практикой это раз в спринт мы проводим ревью того, что мы написали, не прошло ли это каких-то изменений. Самая третья глобальная проблема, она очень завязана с моим первым выступлением на митапе, когда я просто рассказывал какие-то такие философские, важные жизненные принципы. Это, блин, блокчейны, вы вообще можете быть одинаковые хоть в чем-нибудь? Ну, то есть ясно, что когда есть две машины, то их можно назвать машинами. То есть ты понимаешь общие принципы управления автомобилем. Ты садишься, нажимаешь на педаль газа, она едет, на вторую педаль она тормозит. Как бы то, с чем мы сейчас столкнулись, оно вообще не так. То есть нажимаешь на педаль газа, она подпрыгивает, зажимаешь ручник, оно все останавливается. И разные цепочки имеют совершенно разные подходы с точки зрения подключения, парсинга, сериализации, хранения данных, принципов работы и всего остального. И я боюсь подумать, что будет, когда будут входить новые алгоритмы консенсуса, которых на сегодняшний день, мне кажется, больше 35 алгоритмов консенсуса сейчас можно насчитать. И мы прикоснулись, грубо говоря, только к трем. И это реальная боль напилить общие интерфейсы для сведения достаточно несводимых штук. И последняя штука, которую мы прошли сами на себе, это если работать и разрабатывать приложения, либо еще что-то на блокчейне, то единственный кейс, который приведет вас к успеху, это экстремальное программирование. Это когда вы что-то реализовываете, смотрите и понимаете вообще, это работает или не работает. И, к сожалению, никак иначе, потому что, мне кажется, здесь третьего пути нет. Либо мы очень плохие разработчики. У меня все. Большое спасибо. Вадим Маковский, Малти. Ну я просто приблизил пиво. Я мог затянуть. Ребят, вопросы? Какие-нибудь вопросы? Спасибо за доклад. Расскажите, как вы это все тестируете? Есть ли какие-то процессы? Какие процессы будут? Как это все будет выглядеть? Откровенно говоря, у нас сейчас очень неопытный бэкэнд-разработчик, поэтому здесь основная бизнес-логика, она тестируется вручную и мануально. И все тесты, которые мы получаем, мы получаем их на конечных клиентах. Именно поэтому мы сейчас затягиваем с основным релизом Майнета, потому что многие вещи можно понять лишь на большой аудитории. Именно поэтому сейчас у нас там были эти штуки весели, для того, чтобы все проходило. До юни-тестов руки просто не доходят. И точно так же, как и до интеграционных тестов. А, я забыл сказать, самое важное. Ребята, если в зале есть умный, толковый го-разработчик, приходите к нам. У нас хорошо. Поэтому часть мобильных приложений мы тестируем мануально. Бэкэнд тестирует мобильное приложение. Ну и дальше, если что-то идет не так, мы понимаем очень быстро, потому что там как бы или есть биткоины, или их нет. Третьего не дано. Спасибо большое за вопрос. Хотелось бы узнать про поддержку форков, биткоина, этериума. И второй вопрос еще. Вот по поводу создания ноды голоса. Я вот на прошлой встрече говорил, что всю информацию можно найти в гугле. Да, она есть, но это очень сложно. Кому обратиться за помощью, чтобы сделать ноду голоса? Так, первый вопрос. Форки, да. Но как бы поддержка форков для меня сейчас видится не очень большой проблемой. Но единственное, нам хочется залить… Ну то есть стратегия нашего развития, она очень простая. Мы хотим дотронуться до новых протоколов, ну как бы понять, как они работают, набить шишек. А форки потом запускаться гораздо проще. Ну то есть ясно, что там тоже будут какие-то нюансы, но основная логика будет реализована. Поэтому через какое-то время, да, мы залетим в форки. Но пока хочется там поднять хотя бы графен на проде, на передаче, чтобы он просто заработал. По поводу… Да, это, наверное, Саша выступал, да, который говорил про… Пользуйтесь гуглом. Ну да, да. Он юлил. Гугл не помогает. Вот тут мой телеграм. Там, ну честно говоря, если есть потребность, я просто могу передать контакт и свести. Я думаю, что это решится очень быстро. Вот еще обозначили небольшую проблему с отображением токенов в сериум части клиента. А в чем вообще… Можете подробнее объяснить? Потому что для меня, например, если токен сделан по стандартам ERC-20, к примеру, в чем проблема простым добавлением? Если… Ну то есть есть несколько кейсов решения отображения в кошельке ERC-20 токенов. Первый кейс очень простой. Это то, как на самом деле сейчас работает, не знаю, например, тот же Exodus. Ребята просто берут на мониторинг один смарт-контракт, чекают по адресам, которые распределяют эти токены, и как только там происходит транзакция, они там пим-пим и натифают. Ну это как бы крутой путь для одного токена. А если мы говорим о том, что должно быть какое-то супер уникальное и универсальное решение, неважно кто это, неважно… Ну то есть ты не должен добавлять адрес смарт-контракта в трек. То есть по сути ты должен отлавливать все изменения, которые происходят в текст-пуле в Ethereum, смотреть, транзакция пришла на смарт-контракт или нет, детекать смарт-контракт этот или нет, парсив все данные, которые находятся в нем, и это прям боль. Но добавлять, в принципе, опять же абсолютно все токены, которые создаются, допустим, по стандартам, смысла тоже мало. А здесь вопрос типа по лик-корректности. Например, мой токен, который я создал для себя, прям имеет очень большое значение. Это только для, не знаю, 30 человек, например. Можно добавить, например, ручное добавление. Просто в этом случае тогда нужно садить целый отдел людей, которые будут мониторить, например, все новые ICO, все новые распределения и в ручном режиме натыкивать и добавлять их парсинг. Ну там типа в алгоритм парсинг. Ну хотя бы можно добавлять токены с капитализацией, там больше, не знаю, 100 тысяч, к примеру. А все подряд, которые там, ну шиткоины, зачем добавлять? Ну вот я больше топлю за универсальное решение. И в принципе оно будет в тот момент, когда ребята с киберпоиска запилят индексацию как раз-таки токенов. Ну когда они это, они собираются сделать, они постоянно об этом говорят, и у них там сейчас немножко другие приоритеты. Поэтому про токены пока так. Ну я чуть-чуть заделал. Мы хотим это сделать. Если это будет индексация, которая будет собираться и работать на нашей отдельной машине, ну то есть то проблема будет решена. Ну опять же, допустим, к примеру, у нас будет 100 тысяч токенов. А как вот пользователь нужно ему будет там выбирать? Он же 100 тысяч не будет добавлять? Нет, так токены же, они, ну типа жестко привязаны к какому-то адресу, правильно? Понятно. И там, ну просто в кошельке у тебя есть там эфирка, ты заходишь туда, и там будут все токены, которые принадлежат этому адресу. Это не конкретно к тебе, да? Ну там хоть 100 тысяч, ради бога. Ну то есть если прям нравится… Я не знаю, как будет выглядеть 100 тысяч токенов. Сейчас же особенно очень много любят добавлять свои токены, там автоматически начислять на адрес пользователя. Блин, ну вот когда мы к этому придем, я думаю, что мы решим, также попробуем решить эту проблему. В конце концов, ну там, я не знаю, есть скроллинг, есть какие-то такие вещи. Опять же там хотя бы тысячи, это уже много. Ну, как бы на то он и блокчейн, что он должен быть открыт для всех. И, ну то есть нет такого понимания, что у тебя капитализация меньше 100 тысяч, иди отсюда. Вы когда рассказывали про структуру проекта, говорили, что у вас есть какая-то интеграция с Polonics, да, то есть как… Ну и про, значит, криптовалютные пары. То есть, как я понял, вы хотите в кошелек добавить функционал обменника. Вот, и я хотел бы узнать, как вообще будет происходить… Ну, как вы планируете решить проблему того, что, как я понимаю, вы хотите, чтобы это происходило как-то мгновенно, да, конвертация, да, то есть, ну, нормально ли брать просто курс там с какой-то биржи, у вас будет какой-то пол, например, всех валют, которые вы можете менять. Ну, как вы хотите решать эти проблемы? Как бы текущая проблема с обменом… Ну, то есть, сейчас она не стоит, потому что у нас только один биткоин, да, когда появится эфир. Самое простое, самое элементарное решение – это два сервиса, которые существуют и прям круто работают. Один из них там вошел что-то в топ 10, по-моему, по капиталу. ShapeShift и Change. Мы получили сервисы, которые позволяют легко обменивать криптовалюты. Да, у них высокие комиссии с точки зрения там прохождения, ну, то есть, ты биточек должен выставить сразу в топ, чтобы он залетел. Но там для нас сейчас пока это будет, ну, такой изящный выход из ситуации. Но спасибо за вопрос, он очень крутой и очень правильный в том плане, что сейчас я всерьез задумался над тем, что нам, скорее всего, придется имплементировать, ну, Lightning Network, как минимум для биткоина. И в дальнейшем мне очень нравится идея того, чтобы он был и для других, ну, медленных цепочек. И в этом случае, если у нас получится запилить Lightning поверх всего остального, то обмен будет происходить действительно моментально, ну, там, даже без вещания в конечный чейн. Но там есть вопрос с графенцепочками, потому что, ну, там нельзя создать красивые адреса. Ну, типа, неподписные. Но это вопрос, я не знаю, там, на полгода-год вперед, наверное. Ну, вот для нас именно свои собственные имплементации. А так обменники, кстати, на них тоже можно срабатывать. Мы тоже будем чуть-чуть. Спасибо большое. Вадим, спасибо за зажигательную такую подачу. Интересно было. Если можно, чуть больше про безопасность расскажите. Это тонкий лед. Мы не уйдем еще и полчаса. Ну, хоть что-то, чуть больше. Как бы, первая самая важная штука – это то, что мы не синкаем приватные ключи. Ну, то есть, есть телефон, в котором ключи генерируются, приватники генерируются, и они там навсегда остаются. У нас нет такого понятия, как логина, и это означает, ну, типа, логин и идентификация пользователей осуществляется по хэшу из, ну, там, приватника из сид-фразы. Приватники внутри жестко закриптованы в базе данных. Закриптованы нехитрым способом, который мы придумали. Он заключается в том, что ключ, на основании которого шифруются все важные данные, он не внешний и не удаленный, а он генерируется изнутри исполняемого кода самого приложения из трех параметров. Первый параметр – это установочная сессия. По сути, это идентификатор, который говорит о том, что… ну, который уникален для жизни всего цикла приложения до момента удаления. То есть, если поставить приложение и удалить, этот идентификатор будет другим. Но если не удалять, то он всегда будет один. То есть, это первая составляющая. Вторая составляющая – это отсылка на сертификат сборки, на сертификат, которым подписывается релизный билд самого приложения. То есть, по сути, это отсылка на Apple и на Google. То есть, когда собираются билды, они подписывают сертификатом, и часть этого сертификата составляет также вторую часть, вот этого ключа, на основании которого все шифруется. И третье – он псевдоуникальный, это идентификатор устройства. Ну, это просто там есть значение. Мы ему не сильно доверяем, поэтому мы его добавили просто, чтобы еще что-то было. Соответственно, без рута получить доступ к этим данным невозможно. Как только Android-телефон рутирован, мы удаляем все данные. Ну, я думал, что мы удаляем, пока вчера парень из тестировщиков не нажал на кнопочку back и продолжил использовать приложение. Ну, ладно, хорошо, что это альфа-версия, это testnet, ради этого мы все выпускаем. Но по факту, как только мы детектим root, мы клиним базу данных, клиним все, как называется, ценные данные, и, соответственно, получить доступ к ним нельзя. На весь еще все проще, мы детектим jailbreak, и как только происходит все то же самое, мы тоже чистим всю базу, удаляя сами файлики. Ну, и как бы, а дальше наступает история про то, что получается, что по сути извне получить доступ к вашему девайсу нельзя, если вы не супер игнорируете безопасность. Второй кейс — это пин-код, фингерпринт и пин-лог. Ну, это достаточно простые функции для приложения. Сейчас мы внедрили только пин-лог, дальше фингерпринт и все остальное. По безопасности мы также сильно запаримся с точки зрения утери девайса и хотим сделать таким образом, чтобы, например, если вы знаете, что у вас телефон пропал или вы украли, вы можете ввести специальный код, и все вообще затрется. Но на самом деле ведь данные, которые находятся на телефоне или на сервере, в нашем случае не важны. Не важны по одной простой причине гарантией сохранности ваших средств является сам блокчейн. Все, что вам нужно знать для того, чтобы восстановить средства, это вот нашу большую длинную сид-фразу. Если вы ее знаете, можете быть абсолютно спокойны. Если нет, ну, как бы, никто не поможет. Поэтому данные с телефона можно затирать очень легко, так как, зная сид-фразу, их можно очень легко восстановить. Запутал, не запутал, не знаю, постарался прям легко объяснить. Спасибо. Вадим, привет. Спасибо за доклад. Значит, вопрос такой. Планируете ли вы делать веб-версию клиента? Как бы, какие планы на этот счет? Опять-таки же, где будут храниться приватные ключи? Ну и сразу же в догонку вопрос, чтобы там микрофон не отбирали. Какие следующие пары валют вы планируете внедрить именно в ваш кошелек? Потому что кошелек называется мульти, а по факту это сейчас биткоин. Да-да-да. Вот, как бы, ну, ты понимаешь, сколько их сейчас на рынке и тому подобное. То есть, смотри, суть какая? Хотелось иметь кошелек для хранения, простого хранения обычного пользователя, как мы имеем интернет-банки от банков, допустим. Ну, вот что-то типа такого. То есть, какие именно еще у вас мысли по внедрению пары следующих? Ну, то есть, про… Я понимаю. Сначала про пары, потом про вебку. Пары следующие мы добавляем такие. То есть, биткоин сейчас, майнет, будет, будет вот-вот. Дальше эфериум. Потом мы запускаем голос. Ну, потому что нам нравятся эти ребята, они такие хорошие, добрые. Потом мы уходим в графен цепочки. Мы добавим стимет, потому что он очень похож на голос. И там, скорее всего, мало нужно будет изменять. И битшерс. Ну, потому что это децентрализованная биржа. Сразу же мы хотим забрать оттуда токены и сделать достаточно большой функционал с точки зрения добавления этой цепочки. После чего мы, скорее всего, подадимся форке биточка. Там, Lighting, Dash, возможно, всеми любимый биткоин кэш. Ну, и на самом деле я больше топлю за то, что сами люди, сама аудитория, сами пользователи нашего приложения должны нам сказать, какую цепочку мы должны внедрять. И, ну, в первую очередь будем слушать пользователей и отталкиваться от этого. Но вот краткосрочные планы, они вот такие. Вот они такие. По поводу веб-версии, наверное, стоит уже начинать это делать, но у меня нет людей, которые могут это делать. То есть, честно говоря, я никогда не сталкивался с серьезной безопасностью веб-страничек, как это происходит. По поводу входа в веб мы всерьез задумывались по поводу экстеншенов к браузерам. Они имеют какой-то свой внутренний storage, они позволяют это все дело каким-то образом, ну, более-менее безопасно криптовать и хранить. Поэтому, возможно, это будет этот кейс. Выход, ну, скорее всего, JS-имплементация. Ну, да. Ну, вот, честно, пока… Ну, то есть, у нас в планах есть. Мы даже там в общей бумаге про это написали, что мы будем это делать, но конечного вижена нету. То есть, обратно же, сейчас нужно посмотреть, что происходит с мобильниками, потому что, ну, по факту, это большая такая дыра пользователей, которые, ну, им нужно что-то действительно безопасное, надежное, спокойное, чтобы это просто работало и там не создавало проблем. Вот лично у меня сейчас фокус именно на мобилке, ну, потому что я их очень люблю. Еще вопросы? Я где-то видела. Уже какая-то рука была. Вадим, спасибо, все отлично, как всегда. Никто не сомневался. У нас, кстати, Хакатон был в Крыму, и было задание от Голоса сделать аналог Метамаска для Голоса. Я ребятам рассказал про Малти, они залезли на Гитхаб, им так понравилось, что запилили проект, называется Малти Маск. С классным дизайном. Посмотри, кстати, может, это пригодится вам, как легкий кошелек. Спасибо. Слушай, а как пользователь, сейчас скачаю и буду тестить, вот история, ты знаешь, сколько сейчас эфириум занимает в капитализации всех криптовалют? Вот честно, CoinMarketCap я давно не чекал. А это был вопрос подвохом. Больше 80%, потому что ERC-20 токены. Так что, вот с точки зрения маркетинга, с точки зрения заработка, если вы все-таки или в ручном режиме, или настроите автоматическое какое-то решение, решите историю, и они, кстати, только развиваются, да, ERC-20, с точки зрения бизнеса, это вот такая прямо крутая штука, она может не такая интересная, как добавление там других абсолютно валют, но подумай об этом, потому что 80% это вот все, что построено на эфире. Понимаешь, Антон, там веселье может начаться в том, что, ну, там мы сядем пилить ERC-20 токены, а чик, и они больше не актуальны. Типа, давайте все перейдем на там 732, и ты такой сидишь, у тебя как бы код, который вообще никому не нужен. Ну, это вот одна из историй. Но спасибо. Вопросы? Так, есть. Спасибо за доклад, Вадим. Подскажи, вы используете какие-либо двуфакторные антификации? Вообще ничего не используем. А вот перед выходом в Mainnet вы планируете проводить какой-либо аудит безопасности? Ну, мы уже его провели, то есть у нас было 3-4 рефакторинга по внутренней безопасности, ну, именно внутри самого приложения. Достаточно серьезные парни на это все смотрели. и, ну, тьфу-тьфу-тьфу, пока у нас все хорошо. С точки зрения двуфакторной авторизации это имеет смысл, если, ну, средства или приватники хранятся где-то на сервере. Мы же их не храним. То есть все, о чем нам нужно париться, это чтобы никто не взломал там текущий телефон через какие-либо подключения, либо, ну, я не знаю, через физический доступ. И по поводу этого мы прям запарились. Ну, а еще одна такая приятная фища у нас в проекте, она заключается в том, что мы не берем ни e-mail, ни номера телефонов. То есть ты открыл приложение первый раз, выбрал, что тебе хочется, либо восстановил по седухе, либо создал, ну, создал свой новый кошелек, и ты можешь сразу же им пользоваться. Единственное, что мы собираем, это твои IP-адресы. А вы потом их очищаете? Нет, на самом деле, на API-шнике мы собираем через вот как раз таки Firebase, через аналитику, но это как бы нормальная мировая практика, что ты ставишь аналитику в мобильное приложение для того, чтобы понимать, как там ведут себя пользователи. Поэтому, ну, пока все правят, ну, правят данные о пользователях, они именно такие. Больше у нас ничего нет. Подскажи, пожалуйста, еще, как вы формируете величину transaction fee? То есть… Очень хитрая логика для биткоина. Ну, для биткоина она очень хитрая. Так как у нас есть своя нода, и мы знаем все транзакции, которые находятся в mempool, в принципе, мы делаем выборку по первым 2000 транзакций, смотрим на тысячную транзакцию и смотрим ее фирейт. Ну, они отсортированы должны быть по фирейту, смотрим на ее фирейт. Соответственно, вот у нас транзакция, ну, точнее, фирейт, который позволит тебе гарантированно войти в блок. Потому что, скорее всего, за это время, там, за 5-10 минут, если ты даже попадешь, навряд ли кто-то накидает больше. Ну, и, соответственно, все остальные мы выстраиваем пропорционально там тву, где это может быть. То есть пока базовая точка – это 2000 транзакция, все остальные ниже, они там в небольшой пропорции меняются. Сейчас, слава богу, с моим пулом все хорошо, сейчас там практически нету, кто-то сегодня пришел, все разгреб, сегвит начал работать, поэтому, ну, фив, там, 0,5 доллара, они сейчас прям хорошо залетают, чуть ли не в ближайший блок. Хорошо, спасибо. Так, там еще… Да, ты видишь руки? Да, это дети пиво просто просят. Не, не просят. Все, и завязываем, да? И завязываем. Спасибо за доклад. Хотел спросить, кроссплатформенность какая-то есть в приложениях? Ну, много всего. Не, не, я топлюсь нативщину. Только нативная. Вот только нативщина. Прямо… Вопроса больше нет. Видишь, как коротко. А еще в чате тут Анатолий прислал вопрос, он же, ну, ты с третьего этажа на второй спуститься, это сложно, поэтому смотри. В AppStream что-то успели уже отправить? Хотя бы баги? Что такое AppStream? Анатолий? Ну, в общем, поговорим в офисе, называется. Вот так вот и заканчивается. Не, ну просто пускай на русском говорить. Я же не знаю, что такое AppStream. Ну, я серьезно. Ладно. Ты зато знаешь, что такое Анатолий, поэтому… Не, я знаю, что такое Анатолий. Я думаю, что речь идет в контексте голоса, да, насколько я понимаю. Не, ну, мы же общаемся, поэтому все хорошо. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое всем, спасибо, что выслушали, дождались. Если что, есть мои контакты, ну, там были, обращайтесь, звоните. Давай, да. Я всегда… Если кому-то очень сильно понравился кошелек, скорее отправляйте ваших знакомых разработчиков в Адику, пусть они быстрее его сделают, и мы все будем им пользоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!